Отношения с нарциссом Для нас, для вас, для людей, которые вляпывались в отношениях с ними Это наша смерть Прощать, принимать, давать второй шанс Это просто создать себе иллюзию, которая рано или поздно разрушится И вы останетесь просто разбитой старухой Опустошенный, сумасшедший, бессмысленный и без нерв Ответы на письма, дорогих читателей В редакцию пришло письмо Написала женщина по имени Галина Я решил, что ответ на это письмо будет ценным и для других женщин Также с именем Ольга, Ирина, Татьяна, Анастасия и, скорее всего, Елена Ну и для Галин будет также полезно Вот, и я попросил моего коллегу Данила Федорова зачитать это письмо Для того, чтобы мы вникли в ситуацию И сейчас в расстановке ты будешь Галиной Стань Галиной, почувствуй себя в каком-то смысле Галиной Ты был к этому не готов Вот, и погнали Здравствуйте, батюшка Я была в отношениях с человеком Не знаю даже, как сказать, кто он Я имею в виду, по психологическому портрету У меня есть подозрение, что он нарцисс Абьюзер и манипулятор Мы расстались и не общались 6 месяцев Инициатором расставания была я Но вот спустя 6 месяцев мы снова сошлись Инициатором встречи тоже была я До этого я блокировала и не общалась Но мы живем в одном доме И встретились Вдруг, как вы говорите Ощущение, как будто бы прилив сил Но это все иллюзия Он пытался писать в разные мессенджеры Просил еще шанс Что любит и все сделает Чтобы я была счастлива Я доверилась Он младше меня на 3 года Все в доме говорили про него Что он одиночка Он помогал мне финансово Но не открывался истинно в душе Всегда уходил от прямых вопросов моих То спать, то зевает сразу Я пишу очень кратко Чтобы не занимать сильно ваше драгоценное время, батюшка То есть я приходила к нему Готовила кушать Открывала всю свою душу Была полностью честна и искрена А он считал, что я должна приходить И заниматься сексом с ним И не важно, как я себя чувствую Есть ли у меня свои дела и так далее То есть, конечно, это токсичные отношения Он пользовался мной А я это позволял При этом мне было очень плохо Когда я смеялась Он был в плохом настроении Когда я грустила Он смеялся Обесценивал меня, как женщину Как я попала в такие отношения Конечно, все из детства Боже мой Сейчас мы снова не общаемся И из-за того, что я была у подружки на день рождения И мы там немного выпили вина Он узнал и стал игнорировать мои сообщения и звонки То есть, как он меня наказывает То есть, так он меня наказывает Батюшка Евмений Прошу вас, скажите, пожалуйста Как мне сейчас быть? Прошу вас о помощи Словом Я потеряла себя Такое ощущение Шла сейчас с работы и встретила его И он сказал Здравствуйте Что, гуляли? Я сказала нет На работе была Он язвительно улыбался Сказал Приходи, поговорим Я в ответ развернулась и ушла Меня всю трясет от этой встречи Что со мной, батюшка? Скажите, пожалуйста Как успокоить свою душу? Я не хочу с ним быть И тянет Я вас смотрю на ютюбе Все ваши видео и ваши слова Это от Бога От Бога И забыла сказать Что мы общались с ним 3 года Перерыв в отношениях 6 месяцев Потом опять сошлись И это все еще хуже, чем было За 3 года я была просто обслуживающим персоналом За финансовую помощь и обязательный секс Но искренности и честности в мою сторону не было совсем Конец письма Конец письма Ну вот подожди Вот ты сейчас это прочитал И как ты себя чувствуешь после этой истории? Вот узнав эту историю Вернее, прочитав ее от первого лица Я чувствую, как Что я нахожусь в какой-то неопределенности Меня разрывает на 2 части Что вроде я Как будто бы Хочу быть с человеком Как будто бы у меня есть мечта Что я Ну Построить близкие отношения Я верю в любовь Но я не понимаю Этот человек Он вроде как бы В моей жизни присутствует И в то же время Он абсолютно Ну как будто бы Его нету И пуст И я не понимаю Давать ли здесь какой-то шанс Или Просто забыть обо всем этом И двигаться дальше Разрывает Ну ты проникся, конечно Хорошо Так, ну смотрите, Галина Даже не знаю, куда отвечать Туда отвечать Или сюда отвечать Обучение по практической нарциссологии Вы прошли успешно Такое ощущение, что вы обучались Умное имение Вот Единственное Ну конечно же мы имеем дело Внутри этого описания С вашей версией Что это за человек Но я склонен В большей степени Ей доверять Вы достаточно живописно Психологически тонко И точно описали Что происходило А Почему я в этом уверен Вы Не обесцениваете Этого мужчину Не говорите Как некоторые Раненые нарциссами Людями Он там Мудак Козел Сволочь Он меня использовал Даже интонации Использование В вашем тексте Звучит Ну как-то Очень Осознанно Без эмоционального Пафоса Дальше Смотрите Есть мужчины Которые Хотят секса Сексуальной близости Не для того Чтобы Женщину наполнить А для того Чтобы себя Опустошить То есть У нарциссов Работает Эректильная функция Они Относятся к классу Половозрелых Мужских особей Но дело в том Что они Совершенно Не способны К Близким Сердечным Отношениям Вы говорите Я ему Даю И материально То есть Готовлю И сексуально Предоставляются Бесплатные Сексуслуги И раскрываю Свой мир И делюсь Но в ответ Он вам Не дает Материально Он же не финансирует Ну хотя бы Дорогой Ну давай Там Мой Час Сексуальной жизни Стоит 5000 рублей Деньги На тумбочке Сразу Вот Понимаете И это тогда Честные Сексуслуги Но он же Имитирует Отношения Что вы в отношениях Что вы в любви А вы Галлюцинируете Что это отношения Но это Не отношения Это не любовь Это просто Использование Нарциссы Пусты Внутри У них нет Внутреннего Содержания Им нечем Поделиться Они могут Только выдумать И сымитировать Поэтому Ваше Ощущение Того Что вас Использовали То есть Что это значит Вы даете Подчеркиваю Готовка Приготовить Это же Это же Труд Женский Вы Открываете Свою лону Вы Открываете Свою душу А там Когда вы Ожидаете Ну поделись Чем-нибудь Там пустота Там ничего Поэтому Если Ваше Описание Достоверно Ну я Ручаюсь За это На 85% Что это Может на 80% Что это Очень Достоверное Описание То Скорее всего Вы Нарвались На Нарцик Это Нарцисс Смотрите Что происходит С людьми В процессе Сексуального Соединения Если До Сексуального Соединения С другим Человеком В нас Как вы Объясняете Может подниматься Вот эта Волна Там Дофамин Кортизол Окситоцин И все Есть Гормональные Всплески С 20 Более Мелких Гормонов Но Мы Здесь Более Менее Держимся И Как бы Понимаем Вот Мой Человек Немой После Того Как Вы Открыли Мужчине Своё Тело И Позволили Вас Войти Вы Попадаете В клетку Привязанность Эмоциональной Сексуальной Вы Попадаете В клетку Зависимости Вы Можете Что Угодно Знать Просмотреть Всего Евмения Там И даже Веру Бокареву И ещё Кучу Кучу Верить В то Что Это Любовь И Отношения И Ещё Вот Я вам Скажу Там Было Это Дать Второй Шанс И Вот Эти Все Вещи Там Такого Конкретно Не Я Чувствую Выбор Стоит Между Тем Что Пустить Свою Жизнь Ну Вот Смотрите Некоторые Женщины Дают Вторые Шансы Когда Их Ни Возлюбленного Или Возлюбленную Увидеть В неприглядной Стороны С неприглядной Стороны Для того Чтобы начать Ну Через Обесценивание Дистанцироваться Увидеть Что это за Человек Или что это За баба На самом деле И вот Вы рассказываете Я немножко Выпила Здесь И он Так раз Обесценен Вот Потом Он Ведет Себя Странно Он Встречает Вас Он Здоровается Он Делает Вид Что Как будто Вы Незнакомы Вот Это Все Называется Нарциссический Мор Вот Поэтому Смотрите Как Личность Как Человек Способный К анализу Способный Имеющий Критерии Какой Мужчина Или Женщина Ну В данном Случае Мужчина Пригодный К отношению Супружеским Партнерским Какой Непригодным Вы Анализируете И понимаете Что Это Вы Разрушаетесь В этих Отношениях Вы Туда Отдаете Там Черная Дыра Никакого Ответного Движения Нет Там Только Готовность Милостивно Взять То Что Вы Хотите Для Того Чтобы Создать Общую Фантазию Что Это Любовь Что Это Отношение Там Ничего Нет Там Нет Ничего Человеческого Там Нет Ничего Душевного Там Просто Пользователь Наш Аналитический Ум Занимает Вот Такое Небольшое Расстояние Пространство Здесь Это Наш Неокортекс Но Когда Мы Эмоционально Любовно Привязываемся В этом Задействован Лимбический Ум В котором Находится Наша Эмоциональность В этом Наш Спинной Моз Задействован В котором Рептилии У которых Две цели Доминирование И размножение Поэтому Война Здесь Между Чем И чем Идет Возникает Внутренняя Война Когда Я понимаю Что я Разрушаюсь Но я Больше туда Не хочу Между Небольшим Маленьким Но это Самый Такой Ну Как мы Говорим Эволюционный Достижение Которое Отличает Нас От Животных Я говорю Условно Эволюционный И Все Наше Тело С Эмоциональной Системой Которая Выполняет Главное Предназначение Найти Кого То С Кем Можно Находиться В Растабуированных Открытых Сексуальных Отношениях Как С Партнером Тело Этого Хочет Тело Этого Желает Тело Хочет Повторять Экстаз Сексуального Блаженства Но Душа Чувствует Разрушение Опустошения Поэтому Выруливать Из этого Можно Только Осознанным Усилием Это Значит Записать Исходя Из Описанных Вами Признаков Что Этот Человек Психически Нездоров Он Судя По Предварительной Диагностике И последствиям Разрушения Моего Ну То есть Твоего Является Скрытым Нарцисс То есть Безэнергетичным Потому что Перверзные Они Скандалами Душу Наматывают Вот так И не дают Возможности Отпустить А скрытые Они Безэнергетичные Пустые Они Манипулятивные Но их Манипуляции Настолько Примитивны Вот Если Вы Да И вы Пишите Себе Списочек Конкретный Тех Что Является Скрытым Нарцисс По Таким Последствиям Взаимоотношений Со мной Этого Человека То есть Находясь Взаимоотношениях С ним Я Претерпела Такие То Аспекты Личного Разрушения Я Выбираю Осознанно Четко Конкретно С этим Человеком Никаких Отношений Не иметь Он Олицетворение Моих Чего Душевных Ран И Моей Нездоровой Потребности В любовной Привязанности Почему Нездоровой Потому что В здоровых Отношениях Любви Человек Внимательный К обмену В нездоровых Человек Находит Того Кто Подтверждает Его Недолюбленность Для того Чтобы Через Вот эту Смесь Притяжение Притяжение Привязанности Я чувствую Что-то Не то И от Нормального Человека Уйду Для того Чтобы найти Ненормального Потому что Любовь для меня Любовь для вас Галина Это Гремучая Смесь Притяжения И отвержение Как я Лично Определяю Диагностирую Что этот Человек По описаниям Скрытый Нарцисс Критериев Описаний Очень много В интернете Таких Людей Психически Нездоровых Неполноценных Неспособных К Полноценному Партнерству Их Сегодня Много Поэтому Девочки Женщины Девушки В современном Мире Никуда Не деться Первый И самый Главный Ваш Тест Когда Вас уже Накатывает Вот этот Страх И Чувство Блаженства Вот этот Гормон Влюбленности Подходит Не спешите Сокращать Дистанцию Не спешите Идти в контакт Присмотритесь Не нарциссик Леет Если нарциссик У вас будет Офигенский Всплеск Счастья Вначале И Тонны Боли Которую Придется Разгребать Впоследствии Но если Вы живете Одним Днем Да хрен с ним Нарцисс Не нарцисс Лишь бы Член оказался Внутри Меня Говорит Женщина Голодная По любви Хорошо Последствия Тебе будет больно Тебе будет трудно Тебе будет страшно И так я диагностирую Я записываю И даю себе Обязательство В случае Встречи С гражданином Н С В магазине В подъезде На лавочке Или вдруг Я его вижу И я Собираюсь Внутри И прохожу Таким образом Мимо Чтобы ничем Снаружи Не дрогнуть Внутри Когда вы Увидите Этого человека Вас запустится Чувство Дикого страха Потому что Этот человек Ваше разрушение Но снаружи Сходите на Хороший курс Актерского мастерства Мы Держим Лицо Сдержанно Спокойно Нейтрально И просто Проходим Даже если вы На одной узкой тропинке Глядя вперед И сквозь Мы не вступаем С этим Человеком В отношения Мы больше Не идем Потому что Боли В близких Отношениях Нарциссы Приносят Очень много А в обмен Дают вам Иллюзию За которую Кстати Вы платите Вы же сами Оплачиваете иллюзию Что это Любимый человек Чем вы платите Здоровой психикой Ваша здоровая психика Вы забираете ее Из других дел Накачиваете Энергию Ну как бы Внутри Что это тот самый Ковод Который Я ждала Всю жизнь И вы поддерживаете Эту иллюзию Но в то время Когда вы поддерживаете Иллюзию Что с этим человеком Нужно быть вместе И может он И справился А может быть Он что-то понял Может он оценил Такую большую любовь Которую ему дала Он обдумал Полгода мы не виделись Может он с кем-то попробовал Но ни с кем Ему не будет так хорошо Как со мной Вот И он опять Бабах двигается Навстречу И как только Как раз Паучок Нашу муху Человек не заинтересован Дарить вам Вот Еще бумажку Кулечек достал Какой-то Упаковал Вот цветы тебе Это просто Механизм приручения Если ничего серьезного Человек не обещает Ничем не делится Если он потребляет Но не дает Вы нарвались на нарца Но если механизм Привязанности Запустился А я говорю Что первый уровень Привязанности Когда еще легко Выкарабкаться До сексуального Контакта А мощный механизм Как называется Он Мышеловка Захлопнулась После Привязанности Выходить Будет трудно Вот представьте Мышка подходит Смотрит Клеточка Она Понюхала Понюхала Сыром пахнет Сыром Но она думает Нет Свобода дороже И уходит Потому что Сыр там внутри Ну а мышка Которая голодная До любви Она заходит В мышеловку Мышеловка Захлопнулась И она тоскливо Смотрит Уже и сыр не дают Да И она смотрит Сквозь эти прутики И понимает Что она поймалась Если ее перестанут Кормить Она вообще сдохнет Вот Но Нарцисс У нарциссов Как Каких-то Странных Существ Есть такое Свойство Если вы Влюбились в Нарцисса Вас Нахлобучивает Так что Весь остальной Мир Кажется Несуществующим Вы Находитесь Внутри Него Он Проглотил У вас Вам Там плохо Тоскливо Одиноко Но Вы Выйти Оттуда Не Можете Потому Что Так Работает Нарциссический Морд Поэтому Галина Пишем Обязательства Как Какие Обязательства Перед Самой Собой Что Этот Человек Действительно Нарцисс И По Каким Признакам И Прописываем Себе Алгоритм Действий В Случае Если Вы Встречаетесь Пересекаетесь С ним Где Нибудь В Социальном Пространстве Никаких Подруги На День Рождения В Соседний Подъезд Ну Что Некуда Сходить Что И Даже Если Вы Идете Вас Подруга Пригласила И У Вас Тут Знаете Сердечко Бьется Тук 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 Подруга Говорит Ну Я Пригласила Друзей А Вы Так Скорее Все Он Будет Он Будет Он Тоже Туда Придет Ой Мы Я Конечно К нему Не Подойду Мы Хоть Увидимся Вы Лезете Как Наркоман В Контору Где Расставлены Эти Наркотические Всякие Смеси Вам Туда Нельзя Категорически Это Ваша Смерть Вот Никаких Ответов На Звонки Никаких Попыток Пересечься Поговорить Зайди Поговорим Ну Давайте Так Вот Вы Сказали Зайди Поговорим Ок Это Означает Что Ты Придешь Ты Расстаешь Я Тебя Трахну И Вали Отсюда Вот И все Вот Что Значит Зайди Поговорим Потому Что Если Уже Ваши Мозги Провернулись На Него Даже После Того Как Вы Поняли Что Он Нарцисс Даже После Того Как Вы Поняли Что С Ним Общение Разрушительно Только Вы Попадаете В поле Его Влияние И Вы Ведетесь Создавая Иллюзию Чего А Вдруг Он Все Понял Да Вдруг Он Изменился Послушайте Нарциссы Не Меняются Ну Некоторых Восьмерых Подписчиц Которые Уже Даже Поставили Лайк Под Этим Видео Закипает Внутри Блин Почему Он Говорит Что Не Изменится А Вот А Вот Есть Примеры Когда Вот Ну Вот Они Расходились И Сходились Или Вот Он Уже Вот Так Вот Ведет Уже Как Ну Получше За Десять Стал Он За Детьми Присматривать Да 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 Послушайте Вы Создаете Себе Иллюзию И Дорисовываете Крылья Существам Которые В принципе Летать Не умеют Это Ваше Воображение И Потом Последнее Не было Вопросе Галины Но Я скажу Потому Что Ну А Если Нарцисс Любит Детей Если У нас Общие Дети Это Не Ваш Случай Если У нас Общие Дети И Он Хочет С Детьми Видеться Нельзя Же Ему Запрещать Для Нарциссов Как Таковая Любовь К Детям Этой Опции В них Не Встроено Или В них Ее Просто Не Существует И Дети И Чтобы Видеться Ради Детей Встречаться Ради Детей Это Только Примитивнейший Повод Для Того Чтобы Вами Манипулировать И через Детей Доставать Смотрите Если мы Все Являемся Носителями Энергии И Допустим Женщина Разводится Со своим Любимым Нарциссиком Ну У нее Там Есть Кнопка Совести Что У Ребенка Должен Быть Папа И Мама И Все Она Выбирает Не Контакт Она Закрывает Его Себя Но Дети Питаются Мамой Эмоционально Если Мама Любящая Хорошая И Вот Дети Напитанные Любовью Мамы И Тут Появляется Воскресный Папа Нарцисс Который Забирает Детей Выедает Эту Добрую Позитивную Любящую Энергию И Возвращает Деток Обратно Детки Могут Даже Не Понимать Что Происходит Дети Это Контейнер Любви Общие Дети Которым Нарцисс Выедает Который Наполняет Мама Если Она Не Нарцисска Конечно И Нарциссик Уходя Выедает Этих Как Сказать Забирая Деток Погулять Он Выедает Энергию Которая Вложена Вот И Все Жутко Да Но Мы Этих Энергетических Феномен Не Привыкли Чувствовать Нам Кажется Что Вопрос Решается Этически У Ребенка Должен Быть Папа И Мама Нарцисс Де Факто Не Умеет Любить Никого Ни Друзей Ни Детей Ни Учителей Не Учеников Учительницы Нарцисски Это же те Которые Кошмарят Детей И Выедают Их Энергию Через Страх И Таких Учительниц Нарциссок Тоже Немало Поэтому Мы Находим Вся Непростом Мире И Наша Задача Обезопасить Себя От Больных Людей Так же Психически Нездоровых Людей Людей С личностными Расстройствами Так же Как Мы Обезопасивали Себя В Эпоху Коронавируса Одевая Маски Я Не знаю Помогали Маски Или Нет Но Пусть Это Будет Просто Неслав Есть Еще Какие Вопросы Галина Ну Хорошо Я Все Ну Да Нарцисс Я Все Понимаю Ну Вот Что Как будто Было Что Мне Надо Сделать Дайте Совет Дать Себе Обед Ни Контакта Полного Никаких Разговоров Мечты Это Конвульсии Зараженного Нарцисс Нарциссическим Ядом Мозга Мы Не Можем Их Заблокировать Полностью Но Мы Можем В территории Мечтаний Тоскований И Эротических Самопоглаживаний Как будто Это Он Просто С этой Территорией Уйти Напишите Такую Расписку И пришлите Мне Вот Сейчас Если Я Хоть Раз Допущу Контакт Глазами Или Разговор Или Нахождение На расстоянии Ближе Полутора Метра Ну Конечно Если Случайно Встретимся По отношению Гражданину Я На Честном Слове Высылаю Игумену Ивмению 150 тысяч Рублей И Так Под честное Слово Берем Я же Смотрите Нашел Ваше письмо Потрудился Ответил И тем Женщинам Которые Надеются Что их Нарцисс Подобреет Изменится Или пройдет Психотерапию Или они Сходят На семейную Терапию С нарциссом Такой же Рекомендую Совет Да Значит Вы пишите Это На бумаге Если Я допущу Разговор Взятие Телефонной Трубки Контакт Разговорный Встречу Просто взглядом Прямым С нарциссом С которым Я были Сексуальная И эмоциональная Связь Я обещаю Выслать На личную Карточку Югуми В менее 150 тысяч Рублей Число Фамилия Подпись Можно Заверить У нотариуса Но Обязательно Сделать Мне Скриншот И Прислать И Таким Образом Если Вы попали В черную Мышеловку Я Хочу Я хочу Обязательством И Принятым И письменно Утвержденным Решением Обезопасить Свою жизнь От Психически Нарушенных Людей Которые Понимаете Нарциссические Мозги Нам Невозможно Осмыслить Это Хаос Это Парадокс Это Полная Бессмыслица И Почему Мы Так Залипаем На Нарциссов Потому Что Мы Пытаемся Допонять Как Этот Человек Устроит Пытаемся Допонять Его Логику Но Что Еще Не Сделала Может Быть Надо Было Его В Пупок Целовать Может Быть Надо Его Перышком Поглаживать Может Ему Куда 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 Нибудь В Турцию Свозить Чтобы Он Окончательно Меня Выбрал Понимаете Мы Думаем Что Я Еще Не Сделала Или Может Это Я Какая Нездоровая Ненормальная Убогая Психически Неправильная Понимаешь Мы Обдумываем Эту Штуку Мы Обдумываем Но Мы Обдумываем Об Ничто Просто Ну Как Б О Просто Набор Хаос Понимаешь Вот Здесь Я Что-то Обдумываю С тобой А ты Обдумываешь Со мной Мы Выстраиваем Какую-то Логическую Цепочку Договариваемся Вот Хотим Мы Этого Или Не Хотим Может Туда Пойдем Обед Может Сюда Мы Договариваемся Мы Уступаем А Там Некому Не договориться Не уступить Там Нет Договороспособности Им То Совершенно Вот Этот Момент Что С этой Договоренностью Все Не Заканчивается Конечно Стоит Сходить На Два Три Пять Сеансов Хорошему Терапевту Женщине Которая При этом Нарциссолог То есть Понимает В тему Не все Психологи Эту тему Понимают И Понять Какими Иллюзиями О любви Какими Ранами Или Травмами Я Привлекла Этого Человека И С Большой Вероятностью Могу Привлечь Похожего То есть С этим Надо Разобраться Где у Меня Крючки Торчат Где Муха Цокотуха Позолоченная Брюха Которая По полю Пошла Денежку Нашла И как Я попала К паучку Ну Если Нормальное Ухо Зачем Муха Зачем Мне На паутинку Садиться Что Больше Негде Посидеть Что Ли Вот Вот Так То есть С этим Надо Разбираться Чтобы Не Вляпаться Вновь Но Сначала Принять Ключевое Решение Если Ваш Шлюз Возможности Дальнейшего Контакта С этим Человеком Не Закрыт Вся Ваша Психотерапия В дальнейшем Это Деньги На Ветер Это Как Как Рюмочка Какого Алкоголя Для Человека Который Решил Завязать Он Алкоголик Решил Завязать И Каждый Раз Когда Он Выпивает Все Обнуляется Даже Это Даже Не Рюмочка Это Даже Знаешь Какая Штука Это Даже Вот Если На День Рождения Пойду Там К Другу К Маме И Будет Наливать Нет Будут Наливать Я Пить Не Буду Понимаешь Я Пить Не Буду Я Точно Знаю Но Если Пригласят Как Я Могу Отказать Это Ж Друг Это Ж Мама Если Алкоголик Завязки Вот Или Человек С Нарцитической Травмой Он Категорически Просто Не Идет Туда Где Будут Бухать Потому Что Этот Он Уязвим Для Духа Алкоголизма Он Просто Пойдет В Ничего Страшно Но Это Шампанка А Пиво Будет Нет Шампанское А Пиво А Давай Безалкогольное Нальем Вот Так Вот Понимаете Если Вопрос Не Закрыт В Том Месте Где Тебя Ранила Та Или Иная Безобидная Штука И Тебя Разрушила Может И Обидно Если Ты Там Рухнул Значит Ты Закрываешь Дверь В То Что Тебя Разрушила Друзья Мои Смотрите Синяя Птичка И Желтая Птичка Это Знак Кто Любит Тот Поймет Кто Любит Тот Любил Да Кто Светил Тот И Свет Ну Что Если Бо Ты Действительно Был Галиной Какие Чувства У Тебя Возникли После Этой Жестокосердной Лекции Ну Дело Серьезное Я Серьезное И Я Выбираю Выбираю Себя Выбираю Жизнь И Расписка 150 тысяч Вот 150 тысяч Торговать Не будешь Скажешь Ну Давайте 50 Поставим Знаешь Почему Если Человек Начинает Торговаться Он Знает Что Да А Если Вы Спокойнее Если Вы Свой Выбор Сделали Да Хоть 200 Хоть Миллион Но Под Честное Слово Под Честное Слово Я На Любые Условия Согласно Лежу Все Так что Вот Двое Солидных Профессиональных Антинарциссических Мужчин Сказали Своё Слово Вот А дальше Ваша Жизнь Дальше Решать Вам Ну Что На этом Заканчиваем Думаю Да Всех Вам благ Галина И Смелости И Безжалостности К себе В решении Этого Принципиального Вопроса Отношения С нарциссом Это вопрос Жизни И смерти Это вопрос Развития И деградации Это вопрос Ну Как бы Сохранить Жизнь Чтобы Расцвести Самой Или с другим Человеком Или просто Её Обнулить И Разрушить Эти люди Для Нас Для Вас Для людей Которые Вляпывались В отношениях С ними Это Наша Смерть Прощать Принимать Давать Второй Шанс Это Просто Создать Себе Иллюзию Которая Рано Или Поздно Разрушится И Вы Останетесь Просто Разбитой Старухой Опустошенной Сумасшедшей Бессмысленной И Без Энергии Поэтому Если Вопрос Закрыт Поздравляю Мы Сделали Это Жду Расписку От Вас На Мой Аккаунт ВКонтакте Пока